Вести Карачаева-Черкесия Вести Карачаева-Черкесия Вести Карачаева-Черкесия Важность этих мер всегда подчеркивает президент По итогам 25-го Петербургского международного экономического форума Он дал поручение о выделении дополнительных средств на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий Подписано распоряжение, которое позволит повысить качество жизни в деревнях, селах и городских поселках еще в шести регионах В Псковской, Ростовской, Рязанской и Самарской областях В Карачаево-Черкесии и Якутии Там будут построены или обновлены водопроводные сети, дома культуры, детские сады, школы и ряд других объектов Приобретен необходимый транспорт Такая работа будет продолжена и в других субъектах Российской Федерации Чтобы людям, живущим в сельской местности, были доступны все необходимые услуги Вице-премьер Карачаева-Черкесии Ирина Гербекова приняла участие в совещании по вопросам реализации нацпроекта здравоохранения в субъектах СКФО Был проанализирован ход работы регионов по достижению показателей национального проекта здравоохранения В том числе в части капремонта, строительства, приобретения модульных конструкций, закупок и поставок оборудования Вице-премьер Карачаева-Черкесии рассказала, что до конца года планируется завершить ремонт поликлиники села Учкекен Тибердинская участковая больница, строительство ФАПа в ауле Верхний Учкулан и врачебных амбулаторий в поселке Октябрьском и Станицы Преградной По ее словам, в республике реализуются меры социальной поддержки медработников В том числе при предоставлении земельных участков, ипотеки и мест детям медработников в детских садах и школах Гербекова также подчеркнула, что доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию в Карачаево-Черкесии составила почти 40% В рамках рабочего визита в республику Татарстан министр Карачаева-Черкесии по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков встретился с руководителями отраслевых ведомств региона Стороны договорились о межрелигиозном и межнациональном сотрудничестве В ходе посещения Казанского федерального университета министр также обсудил с директором Института международных отношений Арамилем Хайруддиновым перспективы развития сотрудничества Кроме того, Кумуков пригласил руководство и преподавателей ВУЗа на 9-й международный форум историков-кавказоведов Народы Кавказа в 18-21 веках История, политика, культура Который запланирован к проведению на предстоящую осень в городе Черкесске Карачаево-Черкесия входит в топ-тройку среди российских регионов По реализации проекта социальной догазификации Поднявшись уже на вторую строчку в этом рейтинге На сегодняшний день от жителей республики принято более 2,5 тысяч заявок на догазификацию Для половины из них уже выполнены строительно-монтажные работы По доведению трубы до границ земельного участка А в 500 домов газ уже проведен После старта этой программы в Карачаево-Черкесии Оперативно была проведена адресная инвентаризация домовладений Подлежащих до газификации В итоговый план график вошло 79 населенных пунктов И 5 630 домов, которые подлежат газификации до конца текущего года Комментирует исполняющий обязанности Министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Рустам Аркенов В этот рейтинг, как я уже сказал, входит 14 показателей Начиная от своевременного исполнения заявки То есть человек, когда пришел, подал заявку По нормативке в течение месяца с ним должны заключить договор Если этот договор не заключен, это нарушение сроков Со стороны не Газпрома, а регионального оператора газификации получается Соответственно, рейтинг сразу падает Буквально там несколько заявок Федеральный штаб это видит Рейтинг, соответственно, опускается Обратная связь с гражданами То есть в соцсетях периодически возникают вопросы На эти вопросы нужно оперативно отвечать И, соответственно, на это тоже мониторится В совокупности множество таких факторов Она как раз сказывается на рейтинг Невозможно там быть в топе рейтинга Исполнив там какие-то 2-3 вещи Там их очень много показателей И они в режиме онлайн Мы с коллегами, помимо регионального штаба Еще такие рабочие группы создали по разным направлениям В том числе с коллегами, которые приемом заявок занимаются Отработкой и так далее Мы, соответственно, в этих микрогруппах Решаем там точечные проблемы В совокупности вот это взаимодействие И нас, и региональные операторы газификации Очень большую работу на местах проводят Районы, у них тоже созданы рабочие группы В Карачаево-Черкесии на базе общеобразовательных организаций В сельской местности до конца года Откроют 26 новых точек роста За три последних года в Карачаево-Черкесии Открыто 87 точек роста И к концу этого года их общее количество Достигнет 113 Напомним, что точка роста Это специализированный центр на базе Общеобразовательных школ Цель которых состоит в том, чтобы дать возможность Детям из сельских местностей Научиться работать с современными технологиями Житель Карачаева-Черкесии Его сожительница, работавшая курьерами У аферистов, задержаны полицией Ранее в полицию Черкеска Поступило сообщение, что злоумышленники Обманом похитили у пенсионерки 950 тысяч рублей На телефон ей позвонил неизвестный Представился сотрудником Правоохранительных органов И сказал, что близкий родственник пожилой женщины Попал в ДТП И во избежание наказания Необходимы деньги, за которыми приедет курьер Заявительница выполнила Все требования незнакомцы А лишь позже поняла, что стала жертвой мошенников В результате оперативно-розыскных мероприятий Задержаны 22-летняя девушка И 28-летний молодой человек Из-за улицы Джигуты Похищенные деньги Они дистанционно отправляли к куратору Оставляя себе долю в 5% Общая сумма похищенных денег составила более миллиона рублей Информацию комментирует заместитель начальника отдела управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии Эмир Балатов При подобных звонках первое, что очень необходимо вам сделать Это не поддаваться панике У которой навязывают вам звонившие Если вам вдруг поступил аналогичный звонок Прелите данный разговор Перезвоните своему родственнику Установите все обстоятельства Действительно ли он попал в беду Если вы не дозваниваете Сиди телефон выключен Родственника, который вам представится Сорвитесь с остальными членами семьи Чтобы также установить все обстоятельства Позвоните в больницу Уточните информацию о том Есть ли среди пациентов ваш родственник Также свяжитесь со своим участковым И передайте всю информацию Которую вам сообщил машине В Карачаево-Черкесии обсудили внедрение маршрутов Общественного транспорта в систему Яндекс.Транспорт Создать единое транспортное пространство Сделать перевозки безопаснее Улучшить доступность транспорта для пассажиров Это главные задачи транспортной стратегии Карачаева-Черкесии Региональный Минпром совместно с Центром управления Регионом Карачаева-Черкесии И мэрии Черкеска Обсудили целесообразность Внедрения маршрутов общественного транспорта В систему Яндекс.Транспорт По словам исполняющего обязанности Министра промышленности, энергетики и транспорта Республики Рустама Иркенова Важным компонентом цифровой платформы Является мобильное приложение Оно дает возможность Отслеживать движение транспорта По городу в реальном времени Планировать маршрут с учетом пересадок И оплачивать поездку удобным способом В Карачаево-Черкесии волонтеры В рамках заповедной школы Русского географического общества Помогут исследовать Тибердинский национальный парк Программа школы включает помощь сотрудникам В благоустройстве территории Наблюдение за краснокнижными животными Проведение фото- и видеосъемки Исследование заповедных территорий Во время полевых выходов Участниками школы станут Представители общественных организаций Медиаспециалисты, руководители Участники молодежных клубов Русского географического общества В возрасте от 18 до 35 лет Проект включает физическое, интеллектуальное, научное Медиаволонтерство И помогает особо охраняемым Природным территориям Решить приоритетные задачи В сфере экологического просвещения Как среди молодежи Так и среди взрослого населения Карачаево-Черкесский филиал ПАО «Росгидро» Павел первую в этом году благотворительную экологическую акцию «Оберегай» у поселка Архыс Мероприятие состоялось при поддержке Республиканского центра дополнительного образования детей Софийская поляна была выбрана местом проведения Акции «Оберегай» не случайно Несмотря на наличие мусорных контейнеров У палаточных городков Волонтерам и экоактивистам Приходится довольно часто убирать эту поляну Около 80 детей из палаточного лагеря «Юный турист» При поддержке «Росгидро» очистили от мусора Любимое многими место отдыха Для проведения уборки Учащихся центра обеспечили Хозяйственными перчатками, мешками для мусора А также фирменной экипировкой С символикой акции Мероприятие прошло в формате соревнования Волонтеры разделились на команды по 5 человек И за несколько часов Собрали около 90 килограммов мусора С 15 по 19 августа В Национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой В Черкесске Пройдет творческая лаборатория Школы культурного форума регионов России К участию приглашаются сотрудники И руководители негосударственных организаций В сфере культуры в Карачаево-Черкесии В рамках мероприятия Запланировано обучение по двум направлениям Основы социокультурного проектирования И основы управления В некоммерческом секторе в культуре Также 18 августа состоится стратегическая сессия На которой будет разработана дорожная карта Включающая комплекс мер По развитию негосударственного сектора В культуре республики Предварительная регистрация участников По телефону 8 918 717 30 58 Команда «Профессионал» Центра дополнительного образования детей Урубского муниципального района Представила Карачаево-Черкесию На межрегиональных соревнованиях Школа безопасности Где заняла почетное третье место Соревнования проходили в Дагестане На базе детского оздоровительного Образовательного центра «Солнечный берег» Участие в соревнованиях Приняли команды из семи субъектов Северокавказского федерального округа Команда «Профессионал» Из Карачаева-Черкесии В старшей возрастной группе Заняла первое место В соревнованиях по виду маршрут выживания Третье место по виду комбинированное силовое упражнение И третье место по виду полоса препятствий Впервые в курортном поселке Архыс В Карачаево-Черкесии Состоялись соревнования по мото- и велоспорту Предполагающие агрессивные стили езды По бездорожью И на специализированных спортивных трассах Показать свое мастерство и точность хода Приехали 32 участника В четырех возрастных категориях Из разных регионов страны Самый длинный путь представлял собой объединение Двух новых природных троп В номинации «Элита мужчины» Победу одержал Иван Кунаев из Саранска Он установил также абсолютный рекорд По времени гонки А в номинации «Элита женщины» Выиграла Анна Скумбина из города Пермь Радио России Карачаево-Черкесия Погода По сообщению синоптиков Завтра по Карачаево-Черкесии Ожидается переменная облачность Преимущественно без осадков Днем в горах Кратковременный дождь Гроза Ветер восточный 5-10 метров в секунду Порывы до 18 метров в секунду Температура воздуха 28-33 градуса выше нуля В горах местами до 24 градусов тепла В Черкесске переменная облачность без осадков Ветер восточный 5-10 метров в секунду Днем порывы до 18 метров в секунду А столбик термометра поднимется до отметки 32 градуса выше нуля Реклама Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов Бесплатное обучение Поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ Стипендия общежития от срочка от армии С получением профессии Техники грузовых и легковых автомобилей Автогридерист-экскаваторщик Электромонтажник Сварочное производство Моделирование швейных изделий Парикмахер Мастер по обработке цифровой информации Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите Количество мест ограничено Индустриально-технологический колледж Улица Октябрьская, 56 Телефон 21-17-25 Мы растим профессионалов Стань успешным и ты Это были главные новости Карачаева-Черкесии С ними вас знакомила Руфина Ковалева Вы слушали Радио России Карачаева-Черкесия